На дорогах Славинского района складывается неблагоприятная обстановка. Количество аварий, в том числе и со смертельным исходом, продолжает расти. Об основных причинах дорожно-транспортных происшествий и принимаемых мерах профилактики нам рассказал начальник отдела ГИБДД по Славинскому району Евгений Старчак. За два месяца 2022 года в крае зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в которых один ребенок погиб и 78 получили ранения. Доля вины несовершеннолетних составила 11%. Из них 7 дорожно-транспортных происшествий произошли по вине пешеходов. Одно по вине водителя мототранспорта и одно по вине велосипедиста. Рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков зарегистрирован в 8 муниципальных образованиях Краснодарского края. Наиболее неблагоприятная обстановка с уровнем аварийности и его профилактикой по итогам двух месяцев сложилась и в нашем Славинском районе. Произошло уже два дорожно-транспортных происшествия, в котором один ребенок погиб и двое получили ранения. Прежде всего это такая категория, как дети-пассажиры. Именно в Славинском районе и произошло это дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок-пассажир. Дети-пешеходы. Также самое на территории Славинского района. Два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали несовершеннолетние дети-пешеходы. Использование светоотражающих элементов на одежде в тёмное время суток — это наиболее эффективный способ обезопасить наших детей от дорожно-транспортных происшествий. В период с 16 марта по 25 марта 2022 года будет проводиться первый этап профилактической акции «Внимание, дети!». Совместно с Управлением образованием разработаны планы для проведения этого мероприятия. Будут проводиться проверки с целью обеспечения контроля за наличием в общеобразовательных организациях автобусов, лицензий на пассажирские перевозки, в том числе требования безопасности при организации школьных перевозок. Будут проводиться блиц-уроки. Инспектора по безопасности дорожного движения будут участвовать в данных мероприятиях, проводить дополнительные профилактические беседы на тему соблюдения права дорожного движения с учениками. Школ, особенно той категории, которая сама добирается до школы, те детки, которые не участвуют в подвозе на школьных автобусах, либо их не подвозят родители. Эти навыки необходимо закреплять. Ну и ни в коем случае не позволять своим детям в период каникул использовать транспортные средства. Ни в коем случае. Ни мопеды, ни гироскутеры, ни другие средства индивидуальной мобильности. По максимуму, еще раз напомнить, даже у себя дома с детьми проговорить о соблюдении правил дорожного движения. Давайте вместе с вами сбережем жизни наших детей.